Тема общественных слушаний вызвала у горожан большой интерес, ведь речь шла о новых технологиях переработки радиоактивных отходов на сосновоборском предприятии. Но, как объяснил жителям директор Ленинградского отделения филиала Росрао Александр Багутский, эту работу предприятие выполняет уже несколько лет. В мае 2018 лицензия на осуществление этой деятельности заканчивается, чтобы ее продлить, необходимы публичные слушания. Почему мы этим занимаемся? Наверное, это все-таки связано с тем, чтобы найти наиболее эффективные методы, наиболее эффективные способы, наиболее эффективные технологии, с тем, чтобы с минимальными затратами привести в наиболее безопасное состояние те отходы, которые имеются в Российской Федерации. Специалисты подчеркнули, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся только с уже имеющимися на предприятии радиоактивными отходами. Все необходимое экспериментальное оборудование для деятельности есть. Например, установки компактирования радиоактивных отходов. Предназначена она для уменьшения объемов хранимых твердых радиоактивных отходов с помощью прессования. Данная установка мобильная и может быть использована как в стационарных условиях, например, этот способ реализован у нас на территории, так и в мобильном. Успешно работают установки по очистке жидких радиоактивных отходов, ультразвуковой очистке металлов и другое технологическое оборудование. В адрес организаторов слушаний поступило 10 вопросов. Серьезных замечаний по деятельности предприятия у горожан не было.